Приветствую вас и хотел бы обратить ваше внимание на несколько моментов, которые мне кажутся важными. Первое, это то, что ваш первый мужчина, первый муж, он от вас пришел от близкой подруги, из-за чего вы пребывали в депрессии очень долго достаточно. И ведь понятно, что отношения, при которых мужчины так поступают, заканчиваются по какой-то причине. Какие-то обстоятельства, какие-то факторы, какие-то ситуации влияния. И вы, думаю, не завершили эти отношения должным образом, потому что сама реакция ваша, депрессия, апатия, это означает, что вы реагировали. Вы реагировали, но некому было вам выразить свои переживания относительно этого. Сейчас, на данный момент, ситуация, в принципе, она повторяется. Но главное, что мужчина вновь вас бросает, он вновь как бы предпочитает кого-то другого вам. И это уже второй раз происходит, что говорит о некой системе. То есть, ваше поведение, оно системное. По какой-то причине отношения с мужчинами, точнее, вот с этими двумя мужчинами у вас, складывалось так, что они вас бросают. И поскольку первый и второй мужчины, скорее всего, люди довольно разные, то их объединяет только одно – вы. Значит, у вас что-то и в вашем отношении есть что-то, что этим отношениям не дает развиваться. Не дает, собственно, вам строить их, эти взаимоотношения с мужчинами на полноценной, полноправной, равноправной основе. И говоря по факту, значит, по факту. Почему мужчина, ваш первый мужчина, ушел к мужчине подругу? Каковы были причины? Переживали ли вы это? Если да, то как? Извлекли ли какой-то образ? Стали ли мудрее? Отпустили ли вы эти отношения? Что касается старых отношений, то здесь вы пишете, что у вас была депрессия, апатия, а потом вы поняли, что хотите мужчину. То есть вы хотите мужчину. У вас была потребность не быть одной. Потребность в мужчине, в мужском немало, не так далее. Каков мотив этой потребности? Вероятно, удовлетворение не только личных потребностей, личных дел, но еще и нечто, связанное с вами как с личностью в широком смысле. То есть какие-то ваши потребности, например, потребность самооценки, потребность полноценности, гордости. Без мужчины вы не чувствовали себя полной. И это означает лишь одно, что со своим старым молодым человеком мы стали встречаться, уже будучи нуждаемым, испытывая нужду в нем. А любая нужда, как известно, она чревата зависимости. И вы сейчас говорите, что вот вам что делать, вы его любите, хотите быть с ним, а он вот так с вами видел. Видите ли, вы здесь пишите примерно так. Я расписалась с мужчиной, а теперь он мне что-то говорит. Теперь он устраивает скандалы и ссоры. Вы не говорите, с какого момента мужчина начал вам устраивать скандалы. Вы не пишите, с какого момента у вас все было хорошо, а потом стало плохо. Почему? На какой почве? Что послужило этому причиной? Может быть, у вас в одни какой-то конфликт? Может быть, какое-то непонимание? Может, вы как-то неправильно себя вели в отношениях, позиционировали себя в них и так далее? С этим нужно разбираться. С причиной того, что отношения испортят, нужно разбираться. Понять ее, выявить, почему так произошло. И исправить. Дать вам понимание. Если будете иметь понимание, то больше такого не повторите, не повторите. То же самое касается и первых отношений. Первых отношений с вашими людьми. Их тоже необходимо проработать. Их тоже необходимо понять. Понять причину разрыва. Чтобы, во-первых, отпустить. А во-вторых, вам выразить свои переживания по поводу него. Мне не покидает ощущение, что вы свои переживания не выразили. И тогда, второй шаг будет следующим. Вы, понимая, почему отношения не сложились, выявите конфликт. Конфликт своих интересов. Того, что хотите вы. И того, чего хочет и может вам дать мужчина. И вот этот конфликт покажет вам, что именно вы хотите реализовать из своих потребностей в мыши. Если будет это понимание, то тогда не представляется сложным. Хотя и, конечно, на это потребуется определенный усилий. Определить, как ваши потребности можно реализовать не через мыши. Как, например, повысить свою самооценку. Как, например, повысить свою гордость. Как, например, увеличить самоуважение, любовь к себе. Как начать, что вы достойны, что вы полноценны. То вы не имеете вообще оснований для того, чтобы терпеть подобные отношения мужчин. Вот со всем этим разберемся. Поймем, какие у вас потребности, что вы хотите через мужчину удовлетворить. Начнем это делать. То есть поймем, как это сделать. Дальше поймем, в чем, почему у вас проблемы с самооценкой. И будем повышать ваше, и будем повышать ваше достоинство, само мнение и так далее. Через построение целей, разбиение целей на результаты, на задачи, прошу прощения. И достижение выполнения этих задач. А результаты этой деятельности дадут вам понять, что вы достойны, что вы прекрасны, что вы такой же человек, такая же женщина, как все. А мужчины, которые вот с вами были и поступили так, они вас просто не оценили. Это даже не мужчины. Это просто слабое существо, которое стремится вас подчинить, унизить и тем самым самоотвердиться за счет вас. Ну, серьезно, не будет уважающий себя, уверенный в себе мужчина так себя вести, как ведет себя ваш настоящий молодой человек. Но, свойств причин и разбор причин, осознание своих потребностей, правильное их удовлетворение, даст вам начало, даст вам, как бы сказать, стимул, задаток, возможность для того, чтобы это все, как вы говорите, прекрасствовать. На этом можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...